Комфортер У русских же подобная игрушка называется сплюшка. Форма ее немного отличается от комфортера. Причем наполнителем ее помимо синтепона. Может быть лаванда, ромашка и гранулятор, чтобы ребенок не только хорошо спал, но и играя с такой игрушкой у него развивались тактильные ощущения. Но будьте аккуратны с травами, их смело можно использовать только после консультации с врачом. Сделать комфортер или сплюшку своими руками не сложно, тем более, что в процессе мама вкладывает в нее свою энергетику. На самом деле для того, чтобы сделать игрушку комфортер или сплюшку своими руками нет ничего сложного. Нам понадобится ткань двух расцветок, обязательно не линяющая, обязательно гипоаллергенная и желательно натуральная. Из ткани выкраивается. Игрушку можно выкраить подобным образом, то есть обозначить тельце игрушки. Можно просто сделать квадратик. Из ткани отдельно выкраивается головка. В том, чтобы ее сшить нет ничего сложного. Краешки нашей выкройки мы прихватываем на иголку, делая подобие ручек и ножек. В зависимости от фантазии, в зависимости от вкуса мамы формировать нашу игрушку. Но очень важный момент это все-таки сделать ее больше похожей на настоящую игрушку, то есть сделать мордочку, ушки, ротик, носик, так, чтобы ребенку все равно было приятнее с ней играть. Комфортеры могут быть в виде зайчиков, медвежат, гномиков. Не забывать нужно и о том, что все дополнительные детали – носик, глаз, керотик и прочее – нужно выполнять в виде аппликации, чтобы ваш малыш не поранился. Субтитры создавал DimaTorzok